Боже, храни страну, дай сись, восхоти за нас. Добрый день. Тема нашей сегодняшней программы – культура и искусство в жизни человека. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра «Модерн» Светлана Александровна Врагова. Добрый день, Светлана. Добрый день. Времена, как известно, не выбирают. И все же, как вы оцениваете время, в котором мы живем? Безвремени, я считаю. Такое время – ноль, the row. Люди не очень хорошо понимают, в каком времени они живут, что будет завтра. Что такое время вообще? Это когда ты знаешь, куда ты идешь. Что такое цель? Это дорога, по которой ты движешься в каком-то направлении и знаешь конечную цель, куда ты придешь. Домой ты придешь, в магазин ты придешь, я не знаю, на отдых ты придешь. Приедешь. А сейчас мы не совсем понимаем, что происходит. Получается какой-то такой странный комикс, когда все люди смотрят на этот комикс, понимают, что это комикс. Ну и как-то начинают огораживаться друг от друга, естественно. И каждый говорит, тут моя чашка кофе, это моя машина, это мои стены квартиры и все, 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 все. А там смешной. Я сейчас, может быть, посмеюсь в телевизоре. Более того, это рождает бездушие, отсутствие сострадания в человеке и абсолютное равнодушие к тому, что происходит там, за окнами моей квартиры, пока со мной что-то не случится. И страх, конечно, страх, который сегодня засел во все подкорки всех слоев населения, интеллигенции. Откуда? Откуда этот страх? А он такой страх за себя, страх за то, что здесь у тебя не хватит денег, ты будешь валяться в больнице, к тебе никто никогда не подойдет. Страх того, что все стоит деньги и не все, что стоит деньги, то качественно и требует высокого и врачебного обслуживания и еще другого. В общем, какое-то странное время. Я думаю, что такое время не может долго длиться. И мне бы не хотелось, чтобы это время продлевалось, мне бы хотелось, чтобы оно изменилось каким-то образом и эволюционным путем. Я не люблю всякие революционные дела, потому что за ними вообще катастрофа. И чтобы как-то все стало на своих местах. Полное недоумение, полное недоумение у всех людей. Вот сегодня слушаю в машине там Кудрин, он говорит, да, сейчас денег стало на триллион больше, но это не значит, что вы будете жить лучше. Ну и так далее. И все время какие-то совершенно парадоксы. Но мы деньги вкладываем в иностранные бумаги, потому что когда был кризис, так сказать, мы выстояли благодаря тому, что там они были. То есть все готовятся к худшему. И поэтому деньги откладываются. В общем, ничего такого позитивного я не сказать не могу, а в связи с этим и с культурой также. То есть культура является логичным продолжением всех тех болезней общества, которые имеют? Ну, собственно, слово «культура» сегодня вообще звучит каким-то анахронизмом, потому что культурой то, что происходит вообще сегодня, многое назвать нельзя. Просто невозможно. Это не культура, это субкультура, это какие-то пошлости, это какое-то полное безобразие, это какое-то сбивание с толку всех и вся. А в результате рождается бедная, несчастная, никому не нужная молодежь, которая, если у нее хватает ума, понимает, в чем дело, или родители там объясняют. А в основном, когда ума не хватает, то ее хватает на всякие преступления, всякие порочные поступки. В общем, мы теряем население, теряем молодежь, теряем потенциал. Поэтому я боюсь, что мы сегодня в стадии вырождения находимся, и поэтому думаю, что что-то должно произойти. Россия еще никогда в жизни не сдавалась, понимаете? Поэтому что-то произойдет. Светлана Александровна, вот вы много лет уже возглавляете один из московских театров, живете театром. Скажите, пожалуйста, во-первых, какое место в наше время занимает само по себе театральное искусство? И второй вопрос, так ли необходимо все время строить, и в том числе театральное искусство на основе страстей человеческих, или, возможно, какая-то другая альтернативная форма, чистая, созидающая? Театр – это то, что древние греки придумали, не мы. Это искусство древнее, это искусство выявления в человеке тех темных сил и пятен, которые он сам в себе, может быть, и не знает, и которые проявляются независимо от него. Например, человек жил себе и жил, был очень добрый, хороший человек, и влюбляется в прекрасную женщину. И вдруг в нем начинает проявляться зверь, он становится ревнивым, он вдруг выявляет в себе какие-то ужасные недостатки. И так часто бывает, что жизнь, когда начинает его, так сказать, сжимать человека, в нем начинает рождаться, может быть, не самое лучшее, а в некоторых и прекрасные черты по-разному. И поэтому существует театр, и он возник потому, Богом созданный, чтобы человек сам себя осознавал и в страстях, и в хороших поступках, и в негативных поступках. Поэтому существует искусство, наука о себе, это и есть театр. Скажите, вот сегодня такое ощущение складывается, что в культуре, в искусстве возникает очень много новых форм, различные новшества, но в то же время создается впечатление, что теряется что-то главное, фундаментальное. Вот на ваш взгляд, что может потеряется? Разрушение идет, разрушение старой школы идет, разрушение классического русского психологического знаменитого театра. Русский психологический театр, это же величайшие репертуарные театры, это величайшие достижения мирового класса. Но новации пришли с Запада. Там Запад вообще, как правило, неверующий. Запад атеистичен, и мы это знаем. И Запад, так сказать, наоборот, он, более того, часто бывают люди, ну, других, как бы, ориентаций, которые пришли в культуру. Сегодня вот постмодерн, он весь сплошь и рядом, им руководят люди определенной ориентацией. А у них свои правила, а у них свои, так сказать, конечно, они неверующие люди. Естественно, они отрицают Бога, они отрицают религию, они живут по своим правилам. Ну, называется это некое, так сказать, слово садомизм, он существует. И сегодня садомизм часто в культуру ворвался. И таким образом культурные, цивилизованные, в кавычках, люди, которые ориентируются на Запад, считают, что это вполне допустимо. И более того, эти люди есть во всех слоях наших, так сказать, политических кругах и очень даже высоко. Если мы говорим о свободе, то Господь допускает абсолютную свободу, уж выбирай, а уж там по делам твоим тебе воздастся. Ну, я считаю, тем не менее, это должно быть где-то в подполье, там, и это не должно быть светским искусством никак. Тем более, это не надо финансировать государству, если оно так близко теперь подходит к церкви. И если наш патриарх, так сказать, сегодня занимает наши патриархи большое место в политической жизни страны, может быть, влияют каким-то образом. Но я не слышу слова церкви здесь, достаточно резкое и серьезное. Простой вопрос. На ваш взгляд, можно вообще что-то сделать? И какие методы, какие механизмы можно использовать для оздоровления ситуации в обществе, улучшения жизни? Ну, для этого должна быть государственная программа. Я думаю, что для того, чтобы оздоравливать что-либо, нужно прежде всего хотеть оздоровить. Культура должна защищать человека. Если вы говорите о значении театра и культуры, то культура – это защитник. Вообще, культура – это охранная грамота государства, прежде всего. Сейчас на нее, конечно, ей очень не сладко. Приходят какие-то люди, начальники сами, они миллионеры. И всех, значит, не очень любят они нас всех. Ну, значит, мы должны сами за себя заступиться. Я боюсь только одного – при падении культуры, вот когда на манеже был взрыв, вот этот вот, помните, да, все бежали мимо университета, мимо Достоевского, Толстого и всех, и прочих людей, незащищенные культурой люди становятся зверьми. И мы живем сейчас в такое время, где будет, мы не знаем, вот свет победит или тьма. Но я думаю, что все-таки победит свет, потому что Россия, вот с точки зрения, мне кажется, православия, и с точки зрения вот моего представления, мы сейчас несем определенное наказание. И вот когда это пройдет время, время тяжелое, то я думаю, что Россия очистится от этого, и Господь нас простит. Сына Александровна, давайте поговорим об одной из ваших работ, вот спектакль «Петляж». Что, в чем все-таки стержень вот этой работы, и что вы хотели донести до людей с ее помощью? Вы понимаете, основа государственности, одной из опор государственности – это наша армия. То, какая это армия, из кого она состоит. Мы же сегодня прекрасно видим, из кого она состоит. А, кстати, это еще при советской власти было видно, из кого она. Она уже начала разлагаться тогда, это мы знали. Но самое страшное, что еще в период разных перемен государственных страдает армия, которая дает присягу. Ее то сокращают, то убрасывают на улицу. Это у нас было когда Белая гвардия, о которой, говорят, перестала существовать, часть влилась в Красную армию и очень сильно ей помогла, часть расстреляли. Потом был после Сталина уже армия победивших мощных генералов, которые знали, что такое война. Их Хрущев, быстренько испугавшись, выбросил на улицу. Это на моей уже памяти было. После чего пришел 90-й год, опять ударили по армии, они давали присягу, опять на улице оказались. Ну вот и сейчас опять та же самая история. В этой пьесе «Петля» говорится о Белой армии, которая оказалась в Париже частично. И вот там есть некий офицер, полковник был Сухатин, поручик С, он так назывался, он участвовал в убийстве Распутина. И он оказывается в Париже уже немножко сдвинутый. И в этом Париже как раз начинается там история, так? Его преследует дух Распутина. И чувство вины за то, что произошло на нем. И когда он говорит слова о том, что произошло в стране, и там всякие, я не буду рассказывать сюжет, тот, кто захочет, тот посмотрит, то все эти слова абсолютно стреляют в зрительный зал. О сегодняшней России, о положении народа. И самое интересное, там есть такой текст у него замечательный. У каждого человека есть рисунок жизни. У одного это там богатство, у другого это какое-то желание быть главным, а у третьего сам рисунок жизни, его красота. И вот этот человек, вот красота рисунка жизни, говорит белый офицер, который не отрекся, не отказался, не предал, хотя ему предлагали много раз уйти в КГБ, стать. Многие офицеры уходили, переходили на сторону Красной армии, а этот остался в этом рисунке жизни, в его красоте. И это очень сильно действует на зрительный зал. То есть человек, который остался человеком. Сегодня эта тема, по-моему, нескончаемая для культуры. Светлана Александровна, спасибо вам огромное за этот интересный разговор. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok